Давайте поговорим о Galaxy A30 сегодня. Этот смартфон, который я купил в МТС, и сегодня я расскажу о нем, что за зверь вообще. Реально ли Xiaomi теперь стоит бояться и опасаться Samsung. Перед началом видео хочу поблагодарить новых подписчиков. Их имена вы можете видеть сейчас у себя на экране. Чтобы оказаться в этом списке, просто поставь плюсик под первый закрепленный комментарий, подпишись на канал и не забудь нажать колокольчик. Samsung Galaxy A30. Знаете, что смущает, когда берешь его коробку в руки, это насколько они сэкономили на ней, потому что вот такой вот совсем дешевый, тонкий картон, это не круто. В принципе, если вы этот смартфон покупаете здесь, у нас в России, то не страшно. А вот если вы заказываете его из Китая, о, ребят, почта России может сделать с этой коробкой такое, что смартфону не поздоровится. Это я вам честно говорю, как опытный человек. Много раз приезжали в Xiaomi даже в таких прочных, толстых коробках, но при этом поврежденными, и даже через коробку были вмятины на смартфоне. Как обычно, я уже надел на него чехол. Но я думаю, что ничего нового у вас там под чехлом не ждет. Смартфон выполнен из пластика. Вот это все не стекло, это пластмасса. В этом есть как плюс, так и минус. Во-первых, вы его не разобьете, как обычное стекло. Но, во-вторых, он будет легче царапаться и будет сильнее ляпаться. Тут нету олеофобного покрытия. В общем-то, это довольно спорный нюанс. Я не знаю, что лучше купить смартфон из стекла или из пластика. Как по мне, если бы он был матовым, то претензий бы у меня вообще было ноль. Тогда было бы все супер. На фронтальной панели нас ожидает практически 6,5-дюймовый экран. Это AMOLED матрица с разрешением Full HD+. Довольно-таки четкий, яркий, насыщенный экран. Претензий у меня к нему практически нет. Если бы еще AMOLED не выгорали, то все было бы супер. Цветопередача хоть немножко все-таки и кислотная, но при этом терпимая. И пользоваться, в принципе, довольно приятно смартфоном. Тем более, не стоит забывать про плюсы OLED матрицы. Это все-таки насыщенный черный цвет, который никак не выцветает под углами. Смартфон очень легкий и тонкий. Даже не скажешь, что тут 4000 мА. Видимо, это происходит за счет того, что здесь довольно большой экран. И аккумулятор распределен равномерно по плоскости. Соответственно, он не сильно выпирает в ширину. По поводу оболочки Samsung я уже высказывался. Мне кажется, что она не очень симпатичная. Мне она не очень нравится. Стандартные иконки совсем так не по мне, скажем. Но это все дело субъективное. И вот что конкретно я могу поругать в этой оболочке, это реализацию жестов. Вот это мне вообще не понравилось. Как вы можете видеть, у нас здесь вместо жестов три полосочки. Они полностью имитируют функционал трех клавиш. То есть провести здесь это домой. Провести здесь это стрелочка назад. И провести здесь это многозадачность. В принципе, реализация на троечку. Потому что если бы они реализовали, грубо говоря, стырили бы жесты с айфона, так же как сделали, например, Xiaomi, было бы намного круче. Я бы на них не ругался за это. Потому что хорошие идеи воровать не стыдно. Стыдно делать какую-то херню. И вот по поводу хороших идей, в принципе, мне очень сильно понравилась вот эта вот хрень с большими надписями, например, настройки. Кто-то подумает, ты что, дурак? Зачем это нужно? К чему это все? А сделано это за тем, чтобы вы, пользуясь одной рукой смартфоном, легко могли дотянуться до первого самого пункта. По-моему, это очень умно реализовано. На айфоне, например, до такого не додумались. И это, блин, здорово. Потому что, вот, например, я захожу в настройки, и мне нужно будет подключение. Если бы все было стандартно, мне бы пришлось вот туда тянуться, перехватывать смартфон. А так я открываю настройки, и у меня здесь, в принципе, все готово, чтобы я просто нажал и пользовался. В этом плане они молодцы. Что касаемо фронтальной камеры, вписанной в экран, здесь все тоже, в принципе, супер. Я не сторонник выезжающих камер, которые выскакивают отсюда. Мне это не очень нравится. Мне кажется, что механические подвижные детали в смартфоне, это не очень надежно. Со временем они изнашиваться будут, скрипеть, трещать, заедать. Это нахрен не нужно. В принципе, вот эта вот маленькая капелька, она никак не мешает. Если вы пользуетесь смартфоном, и, например, запускаете приложения какие-то, то это особо не напрягает. Да, есть какой-то небольшой прыщик, капелька, ничего страшного, в принципе. Кстати, ребята, хочу напомнить, что у меня есть страница в Инстаграме, на ней вы можете смотреть какие-то новости. Также очень много фотографий на различные смартфоны, и под каждой фоткой я обязательно подписываю, на какой смартфон это сделано. Например, вот эта фотография на iPhone XR. Если кто-то интересуется мобильной фотографией, или просто хочет подписаться на мой Инстаграм, ссылка будет в описании. Ребята, подписывайтесь. Я всем очень рад. Аппаратная составляющая этого смартфона, это восьмиядерный процессор Exynos, примерно, чтобы вы понимали, по мощности он будет равен 630 Snapdragon, то есть не 625, но и не 636. Давайте запустим Asphalt, это стандартный для моего канала Benchmark, и посмотрим, как же идет эта игрушка на данном смартфончике. Заранее могу сказать, что по производительности он меня, в принципе, устроил, то есть никаких претензий к нему тоже в этом плане нет. Есть одна небольшая придирка к нему, но к ней чуть позже вернемся, и я вам расскажу, в чем проблема. В общем, смартфон очень крутой. Я не вижу смысла переплачивать за какие-то более дорогие Ашки из Самсунгов, потому что тут мы получаем такой же крутой, большой и четкий OLED-экран, получаем, в принципе, нормальную производительность для данного гаджета, хороший аккумулятор, что немаловажно. Здесь, ребята, есть NFC, это тоже очень круто. За 14 тысяч, блин, кто бы раньше сказал, что за 14 косарей можно купить такой Самсунг. Если представить, что Самсунг бы не меняли свою ценовую политику, то данный гаджет стоил бы в районе тридцатки, не меньше. Потому что, напомню вам, что на старте раньше те же А3, А5, А7 стоили каких-то сумасшедших просто денег. К примеру, А7 смартфон 2018 года стоил 35 тысяч. Это просто сумасшедшая какая-то стоимость за такой смартфон. А вот 13900, это то, что врач прописал, как говорится, и тут уже Xiaomi поднапрягся. Потому что что-что, например, а NFC и OLED-экран они предложить не могут. Да, у них есть смартфон Redmi Note 7, который, в принципе, очень крутой по камере, там 48 мегапикселей. Процессор покруче, 660-й снэп, но там нету NFC, там нету OLED-экрана. А для кого-то это ключевой фактор. Ну и плюс все-таки Samsung. Доверие у нас к этому бренду есть, потому что еще наши родители пользовались телевизорами Samsung в 90-х, 80-х годах. Поэтому, в принципе, бренд такой уже довольно себе серьезно зарекомендовал в RF. И какая-нибудь мамочка придет в магазин и скажет, да зачем мне эти ваши хиоми, хуоми китайские, я лучше куплю себе Samsung. Потому что у бренда уже сложилась довольно-таки неплохая репутация. Пока я это все рассказывал, вы уже увидели, как идет здесь асфальт. Претензий к этому нету, играть можно и никаких напрягов нету. И, кстати, замечу, что хоть и несмотря на то, что все говорят, что Redmi Note 5 мощнее, чем вот данный смартфон, я бы сказал, что на Note 5 асфальт идет похуже, чем здесь. Не знаю, чем это обусловлено, возможно, Samsung подтянули свою графическую составляющую в смартфоне. Я обещал рассказать вам про минусы. И единственный минус, который я в этом смартфоне заметил, это камера. И если модуль тут установлен, в принципе, и неплохой, то к софту у меня есть претензии. Потому что не нравится мне цветопередача, с которой он делает эти снимки, не всегда нравится четкость снимков. Ну и вот, в принципе, все не так, как в жизни. Я знаю, как выглядят мои стены, я знаю, как выглядит моя девушка. И не похоже это на реальность. Почему-то кажется, что тут что-то не то. Может быть, я просто привык к камерам тех же Xiaomi или iPhone. Но вот по камере я бы поставил ему, наверное, 3,5 или 4 балла из 5. Потому что не все круто. Но, в принципе, за эти деньги, опять же, забываю, что он стоит так дешево. Начинаю его сравнивать с каким-нибудь iPhone XR. В принципе, претензий к нему особо нету. И практически все потребности вашей, как нетребовательного пользователя, он покроет с головой. Примерно вот так выглядели ролики, если бы я снимал их на данный Samsung. Мне просто было интересно посмотреть, как это все смотрится. Фокусируется он довольно медленно. Нету никакой стабилизации. Но если бы приспичило, если бы сложилась так ситуация, что просто нету никаких у меня вариантов для съемки, пришлось бы записывать на Samsung. И я думаю, что ничего бы страшного из этого не вышло. В принципе, для какого-то начального видеоблогинга он тоже подходит. Ну, к примеру, вот сейчас я записываю ролик на iPhone XR. И мне безумно нравится, как он снимает видео. Я реально купил его практически только для YouTube канала, чтобы вам, ребята, приятнее было смотреть мои видосики. Что я могу сказать? Смартфону я ставлю хорошую оценку. Его можно покупать, он очень достойный за свои деньги. Вариант прям must have. И не забывайте, ребята, что тут есть NFC. Это очень здорово. Оплата в смартфоне, это безумно удобно. Я знаю, что многие игнорируют ее, многие говорят, что она того не стоит. Но я с вами не соглашусь. Это очень здорово. Напишите, что думаете по поводу данного Samsung. Какие смартфоны вы бы хотели увидеть еще на обзоре. Спасибо вам большое, ребята, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Пишите любые комментарии, любая ваша поддержка. Это очень здорово. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока.